СОРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНЫХ ЗВОНОВ И ПРАВОСЛАВНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ СОСТОЯЛСЯ В ХРАМЕ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ АВАНГАРД И ЧАЙКА ВЫМПЕЛ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ПОЛЕ ИКАРА В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ ДАЛЕЕ РАССКАЖЕМ ОБО ВСЕМ ПОДРОБНО ЗАЖЁННЫЕ СВЕТЧИ, ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, РАССКАЗЫ И СТИХИ О ВОЙНЕ Мы все дети, внуки и правнуки тех солдат, которые ценой своей жизни заплатили за мир В дату, когда началась одна из самых разрушительных, жестоких и кровопролитных войн россияне склоняют головы перед погибшими в схватке с врагом перед поколением советских людей, которые принесли победу и подарили будущее По традиции 22 июня представители молодежных объединений, активисты общественных организаций и дети войны прошли маршем от городского музея, откуда уходили добровольцы на фронт до мемориального комплекса Вечный Огонь Мы отдаем дань памяти всем погибшим на полях сражений и дань уважения всем труженикам тыла, которые ковали победу в тылу и приближали этот день в день Светлой Победы К сожалению, сегодня вновь наша Родина сражается практически со всем миром отстаивая нашу независимость, отстаивая наш суверенитет и мы склоняем головы, кто сегодня погиб, защищая нашу Родину и в тылу сегодня опять пуем победу, чтобы как можно быстрее она была достигнута 27 миллионов жизней забрали фашисты за время войны Она окутала каждый дом, почти в каждой семье есть те, кто ушел на фронт и не вернулся Саровчане почтили память защитников Отечества минутой молчания Частью ежегодного митинга стала акция Свеча памяти 1418 дней и ночей советский народ отстаивал наше право на мирное небо над головой и счастливую жизнь Сохранить память о подвиге народа, защитить ее от нападок и искажений и передать потомкам священный долг Бесплатную стерилизацию животных в нашем городе с начала лета проводят волонтерское объединение Оно Подари Жизнь Проект реализовывается при грантовой поддержке региона У нас в этом проекте основная часть, такая техническая, скажем так Это проект на стерилизацию не менее 100 владельческих собак Владельцами которым, хозяевами, являются социальные группы нашего города Население нашего города Это пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и члены семей участников СОО В 2021 году объединение Подари Жизнь стерилизовало более 650 кошек Волонтеры получили хороший отклик на реализацию программы и решили дальше развиваться в этой сфере По словам Анны Авдеевой, стерилизация домашних животных в том числе автоматически приводит к уменьшению количества безнадзорных животных Это дает надежду, что численность хвостатых беспризорников в городе со временем ощутимо снизится Так как в последнее время очень остро стоит проблема безнадзорных собак И естественно собаки, особенно учитывая наши особенности нашего города, не могут браться ниоткуда Это собственно продукт наших владельцев То есть когда они самовыгольные животные или что-то еще Записать питомца на стерилизацию можно по телефону клиники свой доктор Операцию назначат на конкретный день Накануне собака не должна есть 12 часов Только после тщательного осмотра, если нет никаких патологий и жизни собаки ничего не угрожает Ведь врачи приступают к операции Единственная для нас просьба, условие, что животное должно быть голодным Сами понимаете, наркоз, есть особенности введения наркоза Есть особенности, когда если животное покормлено, это осложнение Это опасность Лучше мы пытаемся избежать данных опасностей Поэтому просим очень внимательно владельцев относиться к этому моменту В клинике свой доктор в рамках проекта уже стерилизовали 8 собак Проект продлится до конца мая 2025 года Записаться на прием и узнать подробную информацию Можно по телефону 8 908 762 0901 Или 37 901 Сегодня сложно представить себе дом, в котором бы не было стиральной машины В советское время подобная техника была редкостью Часто не хватало средств и времени на самостоятельную стирку Поэтому популярностью пользовались прачечные Где за небольшую плату можно было привезти вещи и белье в порядок В Сарове таким местом была снежинка 30 сентября 1974 года ее приняли в эксплуатацию Татьяна Горчакова вспоминает Будучи ребенком, после школы относила туда сумки с бельем Через какое-то время забирает чистые, накрахмальные вещи Сейчас женщина сама руководит прачечной И признается, за 50 лет организация пережила много изменений Прачечная снежинка занималась стиркой всех предприятий и гаража В последующем, в 2017 году, цех прачечный переехал на адрес Кобишево, дом 11 И совместили вместе с цехом химчистки Это произошло по причине эффективности производства, снижения затрат Горожане, конечно, не в том же объеме задают стирать белье Но все равно нашими услугами пользуются многие люди Сегодня название прачечная «Авангард», но многие местные до сих пор зовут ее снежинкой Здесь работают 10 человек ЦХ занимаются обслуживанием горожан, подразделения РФЯЦ МНЕВ, детских лагерей, гостиниц Сарова и Дивеева «Авангард» удобно предприятиям тем, что нет необходимости затрачиваться на содержание И организацию своей прачечной Все забирают, стирают, отпаривают и привозят назад в готовом виде Для саровчан это также экономия времени Самое главное – это глажка, потому что наши машинки современные Может быть, и стирают они отлично, но гладить – это время На профессиональном оборудовании отглаживается лучше Достигается эффект на крахмаливание Это экономия времени наших хозяек Каждый цех работает бесперебойно При этом руководство планирует наращивать обороты Расширяет штат, обновляет оборудование, регулярно обучает сотрудников В настоящее время мы занимаемся реконструкцией и вентиляцией в цехе Закупаем промышленное оборудование Присоединяем электрические мощности Цех будет оснащен дополнительным электричеством, чтобы все оборудование работало на полную и одновременно Совсем скоро соровчане смогут не только пользоваться услугами стирки и глажки, но и мелким ремонтом Специалисты смогут привести вещь в порядок, если разошлась молния, порвался карман или отлетела пуговица В новом районе приемный пункт, который сейчас находится в КБО, перенесут на Зернова 60-2 на первый этаж общежития В преддверии праздника 50-летия праздничной снежинки хотелось бы поздравить ветеранов, пожелать им здоровья Хочу поздравить действующих работников, также пожелать им здоровья, благополучия, благополучия их семьям Курантный и пасхальный перезвон, благовест, покровский, венчальный и воскресный звон Выпускники и преподаватели Московской школы звонарей и Нижегородской школы колокольного искусства Приехали в Саров на седьмой фестиваль колокольных звонов и православных песнопений Гости собрались из разных уголков Московской и Нижегородской областей Фестиваль стал яркой визитной карточкой города и неизменно собирает большое количество зрителей Уже несколько лет подряд мероприятия проходят на территории храма святых царственных страстотерпцев Нам кажется, что это очень такая локация, хорошая именно для проведения таких мероприятий И я хочу сказать, что именно такому городу, как наш, духовному центру, очень необходимо именно такого уровня В фестивале, на который приезжают очень известные достаточно звонари Особенно мы дружны со школы московских звонарей, где руководитель Илья Дроздихин Это наш давний друг, и он всячески поддерживает проведение этого фестиваля На фестивале можно было услышать не только колокольный звон, но и духовные песнопения В этом году проведение фестиваля совпало с большим православным праздником Днем Святой Троицы Это придало концерту еще большую радость и торжественность Седьмой раз мы уже с вами встречаемся, седьмой раз мы слышим звоны со всей, ну, по крайней мере, Нижегородской области точно И надеюсь, вот, действительно, сегодняшние события для нас будут праздником, праздничным подарком День Святой Троицы и День Святаго Духа нашего с вами, одному из престольных праздников нашего с вами города Во время концерта дети могли провести время на игровой площадке Там православные волонтеры и творческое объединение «Мир» подготовили для них подвижные русские народные игры Сегодня на фестивале «Колокольный звон» мы будем играть с детьми в руссконародные игры В игры, которые играли наши дедушки, бабушки Будем играть в такие игры «Тише едешь, дальше будешь», «Петушок», «Заколдованный замок» Будем играть в руссконародную игру «Занька без логова», «Змея» То есть мы будем вот на этой площадке развлекаться, веселиться и знакомить детей с традициями русских народных игр В завершении концерта всех участников наградили дипломами и памятными подарками Фестиваль колокольных звонов и православных пестопеней проходит в городе раз в три года Следующий фестиваль запланирован на 2027 год Творческое сотрудничество члена Союза художников России Надежды Севериной и художественной галереи началось в 2010 году Тогда, представив свою выставку соровчанам, женщина впечатлилась нашим городом В 2012 году Надежда получила приглашение на пленэр Удивительно попасть в Саров, то есть в тот самый Саров, да еще закрытый Саров И съездить к камню Серафима Саровского и к этой избушке Подписать маслиху А потом, когда нас вывезли уже в Дивееве, то это было, конечно, очень большое событие И, конечно, была очень хорошая группа, то есть художники были замечательны По словам Надежды Борисовны, увидеть и запечатлеть знаковые православные места, архитектуру и атомную историю – большое удовольствие Поэтому последующие приглашения на пленэры художник принимала без сомнений Сотрудникам художественной галереи и, в частности, Ольге Ватулиной удалось создать уникальную творческую площадку для профессиональных художников У вас много художников, это просто не каждый город похвалится тем, что Ну, таким хотя бы даже количеством педагогов, студентов, которые занимаются, школьников, которые занимаются искусством В городе, на мой взгляд, очень хорошо относятся к искусству И встречаясь здесь, безусловно, мы уже многие знаем друг друга, потому что Даже не по Сарову, а потому что, участвуя в других пленэрах, мы знакомимся, мы знаем, мы встречаемся Уже как старые друзья, как родня, и, в общем, когда ты приезжаешь и видишь, о-о-о, свои люди Поэтому, да, это очень здорово Тема первого дня пленэра – крупный план, храмовая архитектура Саровского монастыря Художники из Москвы, Нижнего Новгорода и нашего города изображали на своих полотнах площадь с белоснежными храмами, с золотом куполов, интересными орнаментами Следующие дни посвятят панорамному виду монастыря и исторической части Сарова Сталинский ампир, улицы, дворы, скверы, парки И нельзя представить пленэр без ландшафтного, природного пейзажа В четвертый день мы выезжаем за пределы города на озеро Протяжное И там проводим целый пленэрный день для того, чтобы написать вот эту красоту озерной глади В пятницу все отправляемся в Дивеево У нас два выездных дня в этом пленэре – Дивеево и Санаксар Художники также станут непосредственными участниками Дня города В парке Зернова они будут писать жанровые сценки и изображать праздничные гуляния В следующий понедельник участники пленэра выберут себе тематику и место по душе 26-го в 6 часов вечера мы с нашими гостями пишем портрет И творчески встречаемся с художниками Это тот момент, когда к ним можно будет подойти, задать вопросы Потому что не все из них будут портрет писать Но все из них будут в галерее в этот вечер Мы поговорим о выставке Как раз двое участников выставки в моем саду Которые сейчас представлены на художественной галерее Они участники пленэра, можно с ними будет встретиться И еще один творческий именно вечер будет в понедельник 1 июля в художественной галерее в 6 часов мы пишем на Тюрморт За 10 дней пленэра художники охватят все жанры изобразительного искусства Продемонстрируют различные стили и подходы в живописи 2 июля в 11.00 в художественной галерее подведут итоги В музыкальной школе имени Балакирева открылась летняя школа маленьких пианистов атомных городов Возраст участников от 3 до 9 лет Мероприятие организовано территорией культуры Росатома и администрации города Оно проходит уже во второй раз и объединяет самые юные дарования Из городов в присутствии госкорпорации Москвы, Заречного, Балакова и, конечно же, Сарова Нашим участникам хочу пожелать новых творческих успехов, идей Уверен, что у вас сегодня, несмотря на ваш столь юный возраст Есть что нам показать и есть чем удивить И помните, у вас все получится, вы большие молодцы Программа занятий состоит из двух частей Практической и теоретической Помимо концертов участников ожидают коллоквиумы по сольфеджио и музыкальной литературе А также уроки концертмейстерского мастерства Занятия будут проходить каждый день Дети занимаются самостоятельными занятиями, индивидуальными И с педагогом, и сами, и с родителями Они занимаются вот каждый день И каждый день они встречаются, идут на мастер-класс Встречаются со мной или со своим преподавателем Встречаются в ансамбле У нас три концерта сольного исполнения за эти несколько дней Да, у нас дети играют постоянно на концертах Летняя школа пианистов уже становится хорошей традицией Постепенно появляются новые участники У проекта за три года есть определенные мероприятия, которые повторяются У нас конкурс, который взял на себя город Заречный, Пензенской области, повторяется И будет в этом году уже третий раз проходить в следующем учебном году Вот у нас фестиваль в Москве случился в доме Пашкова В этом году очень удачно Мы надеемся на повторение Вот, и много планов Концерт в Москве стал результатом работы всей школы Как преподавателей, так и учеников Дети играли детский альбом Чайковского с камерным ансамблем Ребята разные, но самое главное, что регулярный контакт с педагогом И растут дети Даже, я бы сказала, вопреки ожиданиям Они делают успехи И даже порой удивляют И раскрываются И это очень здорово Да нет, мне не было сложно Но поначалу всегда сложно А потом, когда выучишь, становится легче Сложно не было, потому что, мне кажется, уже где-то в третий раз участвую Ну, там сначала ты играешь в произведение Потом он говорит, какие у тебя ошибки И мы вместе изучаем эти ошибки Школа будет работать до 2 июля И закроется галоконцертом Тяга к литературному творчеству Елены Ершовой с самого детства Песни и стихотворения она начала писать Еще в школьном возрасте Когда Елена Вячеславовна пришла работать В Саровскую православную гимназию То первым делом написала гимн для учреждения Потом стала участвовать в конкурсах Для авторов и композиторов песен Директор гимназии активно поддерживала Творчество педагога Помогала направлять его в нужное русло Так на базе гимназии появился ансамбль Перемена Елена Ершова стала руководителем коллектива Сочиняла текст и музыку Ребята начинали с выступления на школьных спектаклях Мы начали спектакли украшать музыкой Музыкальными песнями У нас так поставлено порядка 4-5 спектаклей Для которых писались специальные песни Начиная с 3 песен до 5 песен Для каждого спектакля То есть и спектакли приобретали Такой совершенно другой окрас То есть когда есть живая музыка в спектакле И дети участвуют, и поют, и играют Это совсем по-другому смотрится Постепенно деятельность коллектива стали замечать И творчество ансамбля Перемена вышло за пределы гимназии Ребята сняли клип на одну из песен Выложили в интернет И после этого с педагогом связалась Нижегородская епархия Школьный коллектив позвали на радиостанцию «Образ» в Нижний Новгород И предложили записать песню в студию звукозаписи Сравчане дебютировали на радио с пасхальной песней «Обыкновенное чудо» А позже телекомпания «Образ» сделала клип на эту композицию Ансамбль продолжает сотрудничать с радио Все новые композиции гимназистов можно услышать на радиостанции У нас записано порядка 15 песен в хорошем качестве Которые можем слышать не только мы и наши родители, да, и педагоги Но и любые другие слушатели Любая перспектива – это обучить молодежь И довести их до такого же уровня, скажем так На котором мы сейчас находимся То есть нам уже ниже нельзя От нас уже ждут Поем мы о разном О добре, о дружбе, о любви О святых, о праздниках православных С проектом «Добрые песни» Елена Ершова выступила на конкурсе «Серафимовский учитель-2024» И стала лауреатом педагогической премии фонда преподобного Серафима Саровского В своем проекте педагог описала воспитательный потенциал Вокально-инструментального ансамбля «Перемена» Мы решили, что это очень хороший пример для других И вообще возможность принять участие И показать всем, что у нас есть 981 участник давали заявление И рассматривались их работы Но я не человек, который получил самую высшую награду То есть звание «Серафимовский учитель» Я лауреат, но там в лауреат попали 37 человек всего Сейчас Елена Ершова планирует и дальше работать с гимнастическим ансамблем И, возможно, в дальнейшем снова побороться за звание «Серафимовский учитель» В детской библиотеке имени Пушкина И поэтому, конечно, стоит напомнить правила безопасного поведения Потому что, как бы наши службы оперативно нам не помогали Самая лучшая помощь нам самим Это знать правила, вовремя их и правильно выполнять И тогда, может быть, и не случится ничего страшного Беда не случится Во время мероприятия дети на специальных станциях Поучаствовали в различных играх и командных выступлениях Это помогло закрепить полученные знания И поделиться ими с друзьями У нас будут работать три площадки Каждая из них станет своеобразным тренингом Игровым тренингом каких-либо ситуаций в разной сфере То есть безопасность в лесу, безопасность дома, безопасность на дороге Маленькие гости библиотеки научились делать фильтр для воды из подручных материалов Узнали, как следует вести себя пешеходу в разных дорожных ситуациях И получили в подарок памятки с телефонами экстренных служб И советами для действия в опасных ситуациях Интерактивная программа оказалась интересной и полезной И для самых юных участников, и для ребят постарше Наверное, что я узнала нового То, что нельзя открывать окна при пожаре И двери на распашку Если это в квартире происходит Надо, если пожар попал в квартиру Надо лучше идти на балкон, где он хорошо прикреплен Или в ванную, потому что там есть вода Мы сегодня делали много заданий И решали к вас кроссворды Там еще лабиринт, где у белки пожар И мы должны ее были вывезти И много интересного Кому-то альбомы вы выдали Кому-то карандаши А кому-то даже ручки Мне очень даже понравилось В рамках реализации проекта Это твой город, это мой город В детской библиотеке уже прошли встречи С православным священником Сотрудниками Департамента молодежи и спорта И представителями волонтерского движения А на следующей неделе состоится Игровая программа с участием сотрудников Департамента городского хозяйства С первого сентября Школьникам будет официально запрещено Использовать телефоны на уроках Закон подписал президент Владимир Путин Согласно документу Телефоны можно будет применять Только в случае угрозы жизни Или здоровья учащихся и работников школы Также закон не запрещает Использовать телефоны на переменах Спросим у саровчан, как они относятся К таким нововведениям Отлично Почему? Ну потому что телефоны отвлекают В первую очередь Дети меньше запоминают информацию Поэтому у нас не было Так что замечательно отношусь Я думаю это правильно Они на уроках должны учиться А телефонами заниматься в свободное от учебы время На переменах То есть это негативно влияет, да? То, что они в телефонах на уроках сидят Ну это их отвлекать будет, конечно Правильно А почему? Ну здесь вот иметь А не в телефоне Наверное, правильное Потому что, во-первых Это отвлекает ребенка От того материала Который изучается на уроке А второе Если они пользуются телефоном Значит они добывают какую-то информацию Которая им необходима Именно сейчас, в данный момент Когда они пользуются телефоном То есть списывают, да? Я считаю, что это правильно На уроках Надо заниматься уроками А не сидеть в телефоне На уроках Это, я думаю, что вполне справедливо Что касается уроков конкретно А то есть на переменах там можно, да? Я думаю, что да В разумных пределах Правильно А почему? Потому что у них должно быть все в голове А не в телефоне Правильно Почему? Ну, чтобы не отвлекались Почему раньше же ничего не использовали Очень много отвлекаются Именно потому что отвлекаются Или потому что и списывают еще? Ну, и списывают еще, конечно 19 июня поздно вечером На улице Индустриальной В 300 метрах от дома номер один Водитель автомашины Рено Дастер Наехал на лося Водитель не пострадал В отношении него был составлен Административный материал Так как мужчина управлял автомобилем Бесполиса ОСАГО ОГИБДД города Саров Напоминает водителям о том Что необходимо соблюдать скоростной режим Это нужно делать также в лесистой местности Если установлены знаки ограничения скорости Нужно им следовать В связи с тем, что в данной местности Могут на дорогу выбежать неожиданные дикие животные Также хочется напомнить Что наезд на животное Это не только дикое животное Но и также домашнее То есть, например, кошка, собака, курица Это все является наездом на животное И, соответственно, при таком Дорожно-транспортном происшествии Необходимо соблюдать определенные требования То есть вызвать сотрудников ГАИ И задокументировать данное обстоятельство За сбитых животных на водителя Может быть наложен штраф В приказе Минприроды Перечислены животные И сумма компенсации Которую должен заплатить виновник Если вы избили лося Нельзя подходить к нему близко А также забирать тушу животного с собой И это уже преступление Так как нарушаются два закона Водитель покидает место происшествия И в придачу становится браконьером Чтобы не платить за сбитого лося самому У водителя должен быть действующий полис ОСАГО На прошлой неделе было зарегистрировано 5 ДТП С материальным ущербом Из них 4 ДТП Это наезд на стоящие транспортные средства В одном из случаев водитель двигался задним ходом В трех случаях водители скрылись с места совершения ДТП Соответственно в отношении них ведутся разыскные мероприятия И одно ДТП Это наезд на лося ДТП с пострадавшими не зарегистрировано Выявлено 195 административных правонарушений В области безопасности дорожного движения Сотрудники госавтоинспекции Задержали шестерых пьяных водителей Один из них несовершеннолетний Другой сел пьяным за руль повторно Первый тайм матча чемпионата города по футболу Начался неожиданно для команды «Авангард» На первой минуте к ним в ворота Сразу полетел мяч от соперника «Чайка-Вэмпел» В состоянии растерянности команда была недолго Собралась и вернулась в игру «Авангард» забил ответный гол противнику А потом вырвался в лидеры Первый тайм закончился со счетом 3-2 Старое дерби, Саровское Саровское ДР-классики Соперника знаем давно Всех игроков знаем давно Мы в разных командах играем вместе Поэтому интересно играть каждый раз Каждый раз ищем чем удивить друг друга Потому что уже многие ходы известны Но посмотрим чем завершится эта игра Мы настроены только на победу в чемпионате Все исправим Начнем сегодняшние игры А в целом по чемпионату жалко, что не очень много команд Хотелось бы больше Верим, что в следующем году так и будет Для команды «Авангард» это пока вторая игра Первую они проиграли со счетом 1-2 Команде «Икара» Чайке «Вымпел» тоже не повезло в первом туре Команда отдала лидерство старту На второй тур футбольная команда «Чайка-Вымпел» настроена решительно и по-боевому Что касается игры, то началось все, конечно, у нас очень удачно Ошибка соперника привела к первому нашему мячу в сезоне В целом первый тайм прошел достаточно интересно С обильным мячей Нам, тренерскому штабу, у меня есть помощники, естественно Нам, в принципе, понравилось Сделали мы коррективы в перерыве Надеюсь, что второй тайм также будет интересно А что касается чемпионата Сегодня только второй тур В первом, к сожалению, мы выступили неудачно Но я думаю, по ходу сезона будем набирать И постараемся выступить успешно Вырвавшись вперед в первом тайме Команда «Авангарда» и дальше сохранила лидерскую позицию Противнику в ворота прилетело еще два гола Итоговый счет матча 5-2 В чемпионате города по футболу Помимо саровских игроков За звание лучших соревнуются и гости из Елизарева В первом круге запланировано 5 туров по 6 игр За расписанием матчей следите в группе Федерация футбола города Саров ВКонтакте Летний сезон чемпионата продлится до конца сентября Редактор субтитров А.Семкин